Добрый день! Я рада приветствовать всех присутствующих в этом зале, всех тех, кто смог подключиться к нам дистанционно. Не могу обещать, что мое выступление будет таким же ярким, впечатляющим и красочным, как предыдущие доклады, но точно что могу вам обещать, что перед вашим погружением в тот нереальный мир, той реальной науки, про которую вам только что рассказывали, вы начнете с знакомства именно с представителями учебного отдела. И вот эта почетная миссия представить некоторые аспекты приемной кампании этого года предоставлена мне, ну вот по совместительству еще и ответственному секретарю приемной кампании этого года. Вся информация о приеме представлена на сайте нашей организации. В разделе образования есть блок абитуриенту и в нем есть раздел прием в ординатуру, в котором вы найдете максимально всю ту информацию, которая будет являться необходимой и достаточной для того, чтобы вы смогли разобраться в этом нелегком пути. Мой доклад сегодня будет посвящен некоторым аспектам, которые в рамках тех предыдущих приемных кампаний говорят о том, что есть трудности, и мы готовы эти трудности на этапе сегодняшнем помочь вам преодолеть, чтобы этот непростой этап вашей жизни прошел максимально легко и успешно для вас. Я хочу остановиться. Первый момент на тех образовательных программах по тем специальностям, по которым в этом году мы объявляем конкурс. На слайде представлены те количество мест, которые в рамках контрольных цифр приема. Для вас это привычные, понятно, бюджетные места, выделенные на данную приемную кампанию. И для комментария в последнем столбике этой таблицы я предоставила долю мест для приема на целевое обучение. Сейчас это прямо болевая точка, целевое обучение. Если вы меня сейчас спросите, что же получается, что по всем специальностям, по которым у нас выделены места в рамках контрольных цифр приема, эти места будут на целевое обучение. Вот на сегодняшний момент я скажу да. Кроме ультразвуковой диагностики, вы видите там 82%, но это не значит, что у нас эти два места не будут полностью целевыми. То есть по всей стране действительно в этом году это идет тенденция на увеличение. В основном приемы в рамках контрольных цифр приема, повторю, бюджетные места. Это места целевые. Но опять же тенденция последних лет приемной кампании показывает, что есть возможность при подаче документов от абитуриентов на целевые места меньше, чем количество запланированных и выделенных нам мест. Вот эти места переходят, свободные, на тот основной конкурс в рамках обычного бюджета, на который вы максимально будете стремиться те, кто не заключили договоры о целевом обучении. Поэтому на момент завершения приема документов эта ситуация может измениться. Следующие аспекты, которые я хотела бы уделить внимание, это некие этапы, условные этапы вашего пути в рамках поступления в тот или иной ВУЗ, в той или иной организацию образовательную. Первый этап это прием документов. Он у всех начинается по программу ординатуры с 1 июля, но завершение этапов здесь вправе делать сама организация самостоятельно. У нас это дата 4 августа. Значит, с 1 июля по 4 августа вы имеете право подавать документы. Справа на слайде представлена визуализация странички на сайте. Вот в этих двух блоках размещена вся информация, которая вам нужна для того, чтобы прием документов или подача от вас была максимально осуществлена правильно. Я хочу уделить внимание только двум моментам. Первый это способы подачи документов. Значит, уже не первую приемную кампанию мы даем возможность подачи документов в дистанционном формате путем заполнения электронной формы на сайте и прикреплением тех необходимых документов для поступления, которые обозначены в правилах приема. Подав и заполнив эту форму, специалист, который получит эти документы, он их просмотрит. И если заявление заполнено корректно, документы все приложены в полном комплекте и соответствуют тому перечню, который заявлен, на вашу почту, у которой вы укажете заявление, придет информация о том, что документы у вас приняты. Если вдруг будут какие-то вопросы, то специалист либо в этот же день, день подачи, либо максимум на следующий, свяжется с вами и обсудит те вопросы, которые возникли при проверке документов и возможность их корректировки тем или иным способом. Какие основные моменты возникают тех недостатков, с которыми вы столкнетесь? Это не только у нас. Вы будете подавать и имеете право подавать в три вуза по двум специальностям. Вы все максимально будете использовать эти ваши возможности, предоставленные вам. Значит, основной момент связан с теми индивидуальными достижениями, которые вы будете подтверждать для того, чтобы получить максимальную сумму конкурсных баллов. Вот в индивидуальных достижениях трудности возникают с подтверждением таких достижений, как трудовой стаж. Если в индивидуальном достижении, которое прописано, стаж от девяти месяцев, должности младшего медицинского персонала, по основному месту работы, то вот эти все критерии в том документе, который вы прикладываете, надо подтвердить. Чаще всего вы будете запрашивать через личный кабинет госуслуг выписку из электронной трудовой книжки, но она не позволит вам предоставить всю информацию, потому что там нет объема ставки. Если в индивидуальном достижении он прописан, если вы его не подтвердите, мы не сможем начислить баллы за это достижение. Поэтому мы вам советуем лучше подойти к работодателю, в отдел кадров и по месту работы получить справку с указанием конкретных тех характеристик, которые вы хотите подтвердить. Также есть такие индивидуальные достижения, которые связаны с вашим наличием публикации и участием в научно-практических конференциях. Чтобы подтвердить тот или иной статус журнала или тот или иной уровень мероприятия, то же самое. Вы должны приложить к пакету документов либо скрин с странички сайта и лайбрери, либо программу той конференции, ее уровень этой конференции, либо ссылку на эту конференцию. Так, чтобы мы смогли получить достоверную информацию по тем конкурсным баллам, на которые вы заявляетесь. Следующим этапом является вступительные испытания. Этот этап будет не для всех из вас. Те, кто в рамках первичной аккредитации по окончании вуза успешно пройдет первый этап тестирования, вы, безусловно, не будете проходить вступительные испытания в вузе. Вы сможете в своем заявлении указать, что вы просите учесть эти результаты тестирования в качестве вступительных испытаний в рамках приемной кампании. Но если вдруг вас баллы там не устроят по какой-либо причине, вы имеете шанс их повысить. Но в этом случае вы должны будете подать заявление на то, что вы будете сдавать вступительные испытания. Вы можете сдавать его в одном из трех вузов. Не надо во всех трех. Все остальные участники вашего конкурса будут видеть это через единую систему. Если же вас это устраивает, то вы можете уже их будете учесть. И следующим этапом является самый краткосрочный период, но достаточно самый волнительный. Это уже этап зачисления. Здесь я представила в таких трех позициях в основных. Это публикация ранжированных списков, подача документов для зачисления и издание приказа зачисления. И вот все-таки основным является момент публикации ранжированных списков. Это ранжированные списки, это те конкурсные списки, которые будут размещаться на сайтах учреждения. Когда вы будете подавать документы, вы будете видеть себя в трех списках. Один это будет количественный. Вы будете видеть только цифру, подразумевающую, что вы подали эти документы. Второй это будет список лиц, подавших там. Вы увидите свою фамилию по всем тем конкурсам, в которые вы будете подавать. И третий это как раз конкурсный список. Вот конкурсный список мы заносим уже только тех людей и тогда, когда все документы получены, все индивидуальные достижения подтверждены. И мы точно понимаем, что сумма конкурсных баллов у этого человека не изменится. Ну, не будем лукавить, если вы будете, а вы будете отслеживать конкурсные баллы, и вдруг вы видите, что человек был где-то ниже вас, он поднимается выше, становится, да, возникает интерес, а почему же так произошло. Поэтому мы до последнего отрабатываем все подтверждения документов на индивидуальные достижения, и только после этого заносим человека в ранжированные списки. А поскольку, я сказала, у нас 4 августа завершается прием документов, значит, уже после 4 августа ничего в баллах измениться не может, кроме тех людей, которые в этот период не успели сдать, если у них заявлены вступительные испытания. Вступительные испытания мы до 7-го еще числа до понедельника можем ждать. Ну, а потом приказ о зачислении, и мы уверены, какое бы учреждение вы не выбрали, вы сделаете правильный вывод, правильный выбор. Если вы выберете наше учреждение, мы ждем вас в наших стенах. Я готова буду ответить на вопросы. Здесь представлены контакты, и эти контакты в том числе есть на той страничке сайта, про которую я вам говорила. Спасибо за внимание. Продолжение следует...